Илон Маск — это уже просто легенда, и мы не знаем ни слова правды о нём настоящем. Сам он всю свою жизнь превратил сейчас в публичное мероприятие. Он сделал себя брендом. Не Тесла-бренд, не Твиттер-бренд, Маск-бренд. Здесь нужно всегда делать дисклеймер. Каким бы он ни был супер-мега-человеком, всё равно он попал в определённый момент, когда это было нужно. Если говорить про его психологические особенности, которые, на мой взгляд, являлись ключевыми, это такой конструкторский склад, возможность мыслить очень рационально, и таким образом верить в идеи, которые кажутся абсурдными с точки зрения субъективного восприятия. То есть, что мы все будем ездить на электромобилях с автопилотом. Но это логичная вещь. Сейчас мы, глядя назад, понимаем, что так оно и по-другому не могло быть. Но когда Маск начинал работать в этом направлении, он оказался в конструкции, при которой он верит своим, верит логике, верит здравому смыслу. Значит, дальше получается, что Маск начал завоёвывать индустрии. Он стал завоёвывать индустрии связи. То есть, вот Скайлинк — это, по сути дела, самый крупный мировой центр связи всех со всеми. И это просто одному человеку принадлежит вся связь. Понимаете, когда вы имеете такую ресурсную базу, и вы имеете тот же самый GPT, вы сможете подключиться к любой вышке, вы сможете делать, ну, вообще просто невероятные вещи. То есть, то, как он получил эту штуку, он задумался над вопросом, а что ему делать с людьми-то, потому что технология есть, а люди где? Люди в социальных сетях. И он делает эту фантастическую покупку Твиттера, абсолютно безумную, и так далее, и так далее. Но это единственную сеть, которую он мог купить. Колоссальная, конечно, по объёму сделка. Твиттер абсолютно не стоящий, Твиттер никаких таких денег близко принести не может. Но, представляете, у него есть шапка цифровая, в которую он наделал глобус, и теперь он этот глобус просто встроит в Твиттер. В эту историю, как общее пространство, коммуникация, информационное поле, по сути дела, все СМИ и так далее. Если он действительно со своим нейролинком продвинется, то это будет супер-мега вещь. Понимаете? Потому что у вас в мозге будет чип, в космосе будет чип, и у вас ещё одна платформа будет для соединения. Будете мыслями писать в Твиттере и передавать это через скайлинк соседу по парте. Вот такой это человек. Восхищение, конечно, вызывает методичность. И очевидно, что у него голову время от времени просто накрывает. Потому что можно представить, под какого рода разным давлением он перманентно находится. Никому не пожелаю быть богатейшим человеком в мире. Не хотя бы на какой-то момент времени. Да, он находится под чудовищным давлением. И, конечно, ему дико тяжело. И как он вообще это всё держит? Он иногда отчебучивает. Господи, да он просто даже не чебучил. Даже не приступал. Но, не знаю, может быть, будет президентом мира цифрового. Очень скоро такие опции тоже есть.